Мы рассмотрим еще одну несколько необычную задачу. Она называется забор. То есть в чем суть задачи? Есть сетка, в которой оставлены какие-то цифры, и надо нарисовать одну замкнутую линию, которая проходит по линиям сетки, причем она не касается, не пересекается сама с собой. Так что цифры, которые уже проставлены, указывают, сколько сторон данного квадратка является частью нашего забора. Слой, может, немножко сложный для восприятия сразу. Ну, например, вот здесь цифра 0 стоит. Значит, ни одна из этих сторон квадрата частью забора не является. Скажем, вот здесь вот стоит тройка, значит, три части, три стороны этого квадрата являются забором. А в целом забор будет выглядеть какая-то ломаная, будет как-то идущая по сторонам клеточек. Каким-то хитрым образом будет она проходить. То есть, вот скажем, ну, я нарисую условно, там небольшая, здесь была бы стояла в углу двойка, потому что здесь две стороны, вот здесь стояла бы тройка, ну и так далее. То есть, как бы, пока это все... Естественно, он может как-то извиваться хитро, то есть, какие клетки, я кажется, внутри забора, какие снаружи, мы заранее ничего не знаем. И забор замкнутый? Забор замкнутый, да. А может быть, там два разных... Нет, это один забор, это одна замкнутая ломаная. Вот, именно одна. То есть, на самом деле, бывает, в варианции, когда ее действительно там делается, два недели забора, их сами решаются существенно сложнее. То есть, когда она одна, мы точно знаем, что она не может замкнуться вот сейчас, пока все, не обойдет где-то совсем все. Ну, и тут есть некоторые, естественно, соображения. Ну, вот, про нолик уже понятно. Мы уже сказали, что вот здесь, 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 и здесь забора нет. Сразу становится понятно, что у этой тройки должны быть три стороны, должны быть забором. Какие три стороны могут быть забором? Оставшие. Оставшие. Оставшиеся, потому что у нас было всего четыре. Забор вот так проходит. У этой тройки. И еще вниз. И дальше, да, он должен активизировать, потому что сюда идти некуда. А здесь аналогично должен идти вверх. А там еще тройки должны... Да, вот эту линию можно продолжить дальше. Сюда, потому что иначе она не сможет замкнуться. Теперь надо обойти тройку как-то. У нее должно быть только одна пустая сторона. Какая сторона может быть пустой? Если вот эта сторона пустая, то мы вот так упремся в тупик. Забор. Если эта сторона пустая, то тут никак не получается. Потому что у нас здесь разъявляться, он не может забор. Поэтому пустая сторона может быть только вот эта. А забор проходит вот так вот. Тогда у двойки обязательно мы понимаем, как будет... Да, потому что у двойки осталась вот эта сторона. Они могут быть проходить. Значит, забор точно проходит вот так. Ну, пока дальше, пока непонятно. Может к единице пройти? Может к единице, а может не надо. Может она селиться с другой стороны. Двойки у единицы там, вверху, в углу. Да, вот на самом деле хороший угол. Давайте вообще посмотрим. Вот у нас есть угол. И ведем к себе двойка. Что это означает? Как может пройти забор вокруг двойки? Он может его пройти вот эти две стороны, правильно? И тогда вот этих двух нету, поэтому он будет проданаться сюда и сюда. Так? Второй вариант. Он в ту же самую двойку, а по и вот здесь вот. Вот двойка, правильно? Две стороны. А вот здесь нет его. Тогда правда сюда. Так? То есть получается, что вот эта линия в любом случае является частью забора. То есть не крайняя, а вторая от края. То есть вот здесь кусочек забора точно есть. И здесь точно есть кусочек забора. И тогда будет точно угол. Да. Теперь благодаря единице мы знаем, что здесь заборов нету вокруг. Значит забор проходит вот так. Ну и единица проходит сюда. А чтобы было тройку? Подождите, а почему забор не может проходить прямо между двойками? А тогда единица тоже еще пройдет. Будет второй раз. То есть... Так, ну двойка на краю, в хороший случай. Простите, а если посмотреть так, то уходишь, что... Может быть два варианта забора? Ну пока только... Покажем, но здесь-то мы не могли бы пойти под... Нет, простите, мы вот эти два куска можем соединить двумя разными способами. Да. И ничего не нарушая при этом. Значит, может быть два варианта забора? Давай... Нет, ну на самом деле мы сейчас попробуем... А вот если мы садим вот так, хочешь сказать, да? Да. Или наоборот. А что с этой тройкой будет? Будет у тройки три стороны в этом случае? То есть у тройки три стороны уже не получится. Почему? Потому что здесь вот эти две стороны сейчас забора быть не могут. Если мы вот так соединили. А-а-а. То есть... Хотя вполне возможно, что мы может соединить вот так и еще как-то. Пока мы действительно не все знаем. То есть надо соединить по-другому. Неизвестно. Может и так. Какие? Две тройки, две тройки? Да. На самом деле, да давайте действительно посмотрим отдельно. Не там пока вот отдельно. Попробуем. У нас вот где-то стоят все-таки две тройки соседние. Что это означает? Давайте подумаем. Может вот эта сторона не быть частью забора? Если вот здесь забора нет? А, нет, кстати. Тогда у тройки вот так отходит, правильно? Да. У этой тройки нам вот здесь нет забора. И здесь нет забора. И остаются только две стороны. Значит, вот эта сторона должна быть частью забора. Правильно? Тогда будут три параллельные, будут частью. Вот. Давайте нарисую, перерисую. То есть, если стоят две тройки рядом, то вот эта часть становится точно забор. И параллельные. И вот это тоже порядок делал, симметричность сторона. Вот эта сторона может быть не быть забором. Нет. Если здесь нет забора, то у нас получается маленький такой заборчик, который вокруг двух клеток. Так мы точно знаем, что есть другие части. Значит, сторона тоже обязательно будет частью забора. А вот какая из этих двух, мы не знаем. А в третьей тройки. И здесь тоже мы не знаем, какая из этих двух. Ну, по крайней мере, вот эти две, три линии, маленькие, мы можем нарисовать. Это часть из забора. Хорошо, да. В общем, можно крестики поставить. Палочку, да? Да. Да, понятное дело, что вот от этой линии одна продолжается где-то здесь, вокруг этой тройки, а вторая вот здесь. Ну или наоборот. Ну, то есть вот эти, да, можно поставить крестики. Теперь тройки, которые вот так угодно. По диагонали стоят, да. Хорошо. Хорошо, действительно, стоит заметить, что тройки вообще очень информативная вещь. Рассмотрим две тройки, которые стоят по диагонали. Что про них можно сказать? Что это будут такие вот, как бы... Это будет змейка. Не обязательно змейка, вариантов социально много. Попробуй вот эту линию сказать, что здесь нет забора. Что получается? Того, как вокруг тройки, будет и так забор. Правильно? Да. А эти тройки что получается? Плохо. Плохо. И у них не хватает сторон, правильно? Значит, вот эта сторона, да, ладно, да, это часть забора. Ну и аналогично. Ну а по собранным симметриям, вот это, вот это, вот это, вот это, все четыре стороны должны быть частью забора. То есть вот это, вот у нас две тройки на скосок стоят, правильно? Вот эта сторона должна быть частью забора, вот это, вот это, но это уже есть. А еще одна? Вот здесь тоже две тройки на скосок. Давайте мы сейчас отметим сначала одно и то же заборание, используем везде. Вот. То есть мы нарисуем уже много... Да, там где три рядом, можно продолжить. Да. У нас вот эта не сторона, вот эта не сторона, значит, вот здесь продолжается. Что еще можно... Тогда еще вот, помните, два угли можно продолжить на три. Вот это теперь? Не-не-не, можно вот соединить вот этот кусочек. А в том, что три уже... Значит, если три есть, то четвертая не сторона. А, извините, я еще знаю, что они... Смотрите, вот здесь, вот эти два скосок продолжаются. Или вверх, или сюда. Ну, поэтому, если вверх... Нет, так, так, ну... Нет, нет, запутался. Может, да-да-да-да, давайте, во-первых, вот у нас есть отрезок, он здесь крестик, здесь крестик, правильно? Да. Куда он должен продолжаться? Черт. Тут только сюда. Да. Вот этот отрезок, куда продолжается? Сюда уже нельзя, потому что здесь у нас эти тоже группы не могут, потому что здесь уже две стороны есть. Он соединяется. Он соединяется с этим, все-таки вот таким вот образом именно. У нас еще, вот еще один отрезок. Куда он может продолжаться? Только в правом. Право, вот помечено и до суда. Правильно? Да. Дальше пока непонятно. Один-два там есть рядом. А если он так продолжается, то от тройки обязательно вверх идут. Да. Потому что если от тройки вправо пойдет, то вот этот крест пойдет в сторону второй единицы. Согласен. Здесь вот у нас вот так вот. Это мы можем поставить крестикую единицу. Один-два там рядом есть. Да. Здесь тоже куда-то сквозь. И куда он должен пойти? Он либо вниз, либо вправо пойдет. Правильно? Да. И тогда мы задаем тройку, которую в углу, что она точно будет не... Ну да. На самом деле, чтобы у тройки набралось три стороны, по меньшей мере, вот эти стороны точно, может быть занято так ведь? Да. А следующую еще... Да. Вот так вниз продолжим. Это укроется в тупик. Значит, она должна пойти сюда. Это значит, она должна пойти сюда. У единицы уже есть. Одна сторона есть. Остальные прочерки. Это идет сюда. Там уже в тупик. Значит, сюда поворачиваем. А это продолжается вниз дальше. Да. Тройка может... Вот эта сторона не используется. Значит, тройку можно дорисовать вот так. Ну и еще нарисовать вот этот отрядчик дальше. А если единицы две тройки? Что? Соединить две тройки. А как? Так сидеть или так? А, ну да. Пока не понятно. Ну, мы уже дорисовали национально большую часть забора. Так, тройка и единица. У них может быть же только одним способом. Нет, мне кажется, лучше от этого два. Они лучше. Давайте тогда действительно посмотрим на вот эту единицу. Все правильно. Если она пойдет по верху, вот так вот, то куда дальше пойдет линия? Вниз. Она будет продолжаться. Правильно? Под продолжаться. На самом деле я бы даже... Давайте немножко будем рассматривать другую. Она продолжается либо сюда, либо сюда. Правильно? Да. Значит, вот эта точная сторона не тяга. И вот эта точная не часть забора. Да. Теперь вот хорошо у нас играет тройка. Как можно двойка пойти? Учитывая, что вот здесь нолик стоит. А только справа и с... Слева и снизу только. Потому что если пойдем вправо, то обе стороны будут не заняты. То есть мы равны только вот так и так. И поэтому выкру на этих кусок. И тогда значит единица придется вот так соединять. Иначе у нас... Ну теперь уже понятно, что если бы тройку соединяем вот так, то вот этот хвостик он негально не выберется. Значит, он соединяется вот таким вот образом. Но надо только немножко дорисовать. Стоит заметить, что вот эта вот часть у нас внутри все замкнулась. Значит, здесь она замыкаться не может. Иначе вот эта кусок не снизится. Значит, продолжается вправо. Это тоже вправо. Опять замыкаться не может. Значит, продолжается еще дальше вправо. Здесь у нас можно уносить три рестика. По кругу единицы. Опять вправо. Еще вправо и вверх. А это просто вверх. И тогда тройка будет... Обходить надо слева, потому что иначе мы займем в туфиг. Мы обошли тройку слева. Здесь замкнули. Ну и здесь тоже замкнули. Больше делать нечего. Вот у нас получился забор. Он достаточно сложный. Но, значит, решена. Теперь поручаем такие задачки самостоятельно.